Девушки отдыхают Сава разговаривал уже несколько раз Настала моя очередь У меня в гостях Вадим Галыгин Мне повезло сегодня Тебе повезло, да Поздравляю Спасибо А вы знаете с чем? Это была авторская программа Катерины Дело в том, что Вадим является генеральным продюсером Сериала «Короче план такой» Который 10 октября Вышел на всех платформах В том числе и на ВИН Спасибо большое, что ты в курсе Я не буду задавать тебе каверзный вопрос Смотрела ли ты, Катя? Конечно же, я сюжет снимала на премьере Это я помню Мы вместе там были Раз я помню себя, значит я помню и других Во-первых, хочу поздравить всех зрителей Особенно тех, которые предпочитают смотреть сериал Целиком, потому что вот огромное количество людей Кого я спрашивал, ну ты смотрел там Сколько серий там Или вообще видел ли хотя бы одну Мои друзья Я сам себя к таким же людям отношу Я люблю смотреть сериалы целиком Ну тогда получаю какое-то удовольствие И вот для людей, которые получают удовольствие Таким же способом, как я Которые могут захлёк посмотреть несколько серий До трёх ночи, до утра Или же выделить целые выходные И посмотреть целиком Теперь ура! Весь сериал, все восемь серий Короче, план такой Пожалуйста, смотрите Винг предлагает, показывает Ну и другие платформы тоже Которые работают вместе с нами, наши партнёры Но теперь можно, как говорится, в захлёб Окунуться в этот удивительный мир приключений Авантюрного кино Поэтому, когда досмотрите все выпуски шоу «Известь» У нас их уже вышло немало Да смотрите интервью Есть такие люди, которые захлёбствуют Бегите, смотрите Короче, план такой Да Почему хакеры? Актуальная тема – русские хакеры Ну, можно и так сказать Дело в том, что Долгое время Вот этот, скажем так Всемирно известный бренд По различным происходящим в мире событиям Скажем так, создавался Он боялся, он плёлся, как сама паутина всемирной сети И русские хакеры И вновь русские хакеры Вмешались русские хакеры То есть, это такой образ героев Создавался различными информационными поводами Эти события происходили Они там где-то спасли то Там повлияли на это Такое нарицательное уже имя Все это обсуждалось Но их никто никогда так воочию не видел Есть какой-то образ такого там Повёрнутого в кадр спиной Там человека на фоне компьютера Все вот эти анонимы И так далее И голос изменённый Да, и всякие люди Килнеты и так далее Но, безусловно, это явление Оно появилось и очень сильно разрасталось И сам бренд русских хакеров Был представлен как-то в информационном пространстве Но визуально Какой он этот русский хакер Может, он вообще маленький Может, он большой Может, он полный Может, он худой А может, это вообще симпатичная Самая милая, красивая девушка Во Вселенной Например Например, конечно Чем ты не хакер, Катя, вообще Да я вообще Я вот вижу, как ты маленькими пальчиками Ты набираешь А там где-то, знаешь, рушат планы НАТО Вот Да, я прихожу домой Войнот, посмотрите У неё дома всё в экранах вообще Да-да-да Она надевает байку такую Садится Здесь бутерброды Тут кола какая-нибудь Ну что так Поехали Да Вот И Сама тема Хакерства Вот того Скажем Кинематографичного Да Я помню фильм Пароль Рыба-меч То есть, который Не знаю, смотрели вы или нет Сколько тебе лет Да Ладно Вот Скажем так Тема Понятная, что Она интересная Когда люди о чём-то Чего-то не знают Им интересно Приоткрыть вот эту Завесу тайны Это во-первых А во-вторых Хотелось создать Команду героев Наших вообще Ребят Которые могли бы В каких-то попадать Там ситуациях В общем Жить в каких-то Приключениях То есть, чтобы за них Как-то переживали Люди, чтобы они понравились Вот Если хотите Я вырос Там В советское время На советских фильмах Например Неуловимые мстители Да Вот они Новые приключения Неуловимых То есть, это была такая Команда Абсолютно Непохожих Друг на друга Людей Которые В общем Делали что-то Ну, хорошее По итогу Да Какими способами Тоже интересными Один умел стрелять Другой умел кувыргаться Третий там Был очень умный То есть, вот такой Был там цыган Яшка То есть, я вот помню Что вот такая вот Команда героев В то время Для меня И, собственно Для всех зрителей Советского Союза И, наверное, и позже То есть, это были такие Герои Которые Попадая в различные Там Ситуации Всегда выходили Победителями То есть, и вот Как бы все аплодировали Было очень популярное кино Это вот Было стремление Создать таких героев И когда это все Вместе срослось Получилось таким образом Я был просто на отдыхе И увидел Как на пляже Прям вот На пляже Стоит небольшая Такая хибарка И там, значит Парень Майнит биткоины Да, чинит Телефоны Смартфоны Потому что Очень много людей Каталось там На досках для серфинга То есть, серфингисты И кто-то там Забыл достать Уронил воду И так далее И приходит Ну и помогите У меня тут все заклинилось И он там Спокойно Чик-чик-чик Раз Вставлял куда-то Эти вещи И вот так вот Набирал эти Значит, какие-то Коды, клавиши Перепрошивал там Телефон И я это наблюдал Несколько дней подряд Вот И я думаю Прикольно было бы Ну, что этот человек Все думают Что он просто Какой-то мастер А это хакер Который вынужден скрываться И вот так пришла идея Создать То есть, это твоя идея Которая пришла тебе В голову на отдыхе На отдыхе, да Поэтому нужно чаще Отдыхать, друзья Что-то на работе Она ко мне не пришла Эта идея Слушай, ну на самом деле Я смотрела сериал Ой, спасибо большое Мне приятно Да, и мне очень понравилась Картинка Выглядит очень Живо, свежо По-новому Ну, спасибо Это прямой Этот комплимент Мы очень хотели Сделать такое кино И у нас получилось Потому что Вся команда Которая работала На этом проекте Это очень большие Профессионалы То есть Ну, могу сказать Что Ну, прежде всего Хочу поблагодарить Институт развития интернета Потому что Ире в нас Поверили Ну, своей большой командой А мы очень Понимали Что мы не можем И их подвести То есть И мы Не имеем права На ошибку Потому что Эту идею Если она не получится Так, как ее Хотим сделать Она просто Убьет саму идею Создания В общем-то Кино про вот этих Таких людей Ты либо делаешь Это классно И Ну, когда мы встречались Со всеми участниками группы Мы это ставили Скажем так Основным моментом обсуждения Что вот Ну, ты сделаешь Если ты показываешь Референсы Там, кино Которое всем нравится Мы спрашивали Там, оператора Режиссера Марк Горобец Замечательный режиссер То есть Спрашивали Ты действительно Так сделаешь Вот мы увидим Вот это Задавали иногда Глупые вопросы А это будет Именно вот так А вот Ну Это будет вот так Звучать И Это касается всего Даже там Музыки оригинальной У нас ВК Мьюзик То есть Мы вот там Огромное количество Молодых Талантливых Композиторов Начинающих Там Скажем Саунд-продюсеров Да Тех, кто Делают музыку То есть Огромное количество На сериале Оригинальной музыки Это вот молодые Ребята и девчонки Которые делают Тоже вот достойных Аплодисментов Ваших Уважаемых зрителей И вот На каждом этапе Очень четко Мы понимали Что нужно Сделать Ну Максимально здорово То есть Вот Чтобы это было Прежде всего вкусно Зритель Как любой обыватель Не только в кинематографе Магазин он приходит Едет на природу Мы сначала Любим глазами Нам сначала Нравится картинка То есть Потом уже Не должно подвести Наполнение Да Безусловно Но сначала Это вот Вот Да Первый кадр Первый кадр Первая серия Первая вот Как все движется Вот какие там люди Какие там фаны Какие машины Какая локация Ты смотришь И тебе Через какое-то время Нравится это И ты начинаешь Ага А про что тут А еще и вот это И тогда уже Это все начинает работать А если вы не понимаете Про что мы тут говорим То идите на Винк И смотрите весь сериал Целиком Я свое мнение сказала О сериале Да Мне понравилось Кстати А тебе понравилось Довольны своей работой Ну это Не моя работа Это работа Огромного количества людей Спасибо всем ребятам Девчонкам Я доволен Я безусловно доволен И скажем Уже когда был промежуточный этап Мы каким-то образом Стали задумываться о том Что хочется нам самим Творческим силам продолжения И мы набросали У нас есть практически готовый сценарий Полного метра Очень хочется Чтобы зритель оценил По-честному И мы действительно поняли Что хочется Нашим дорогим зрителям Продолжение этих историй Сохранить эту команду Этих героев Этих русских хакеров И конечно же Мы живем ожиданием Что будем делать И последующие сезоны И дай бог Будет полный метр И может быть не одна часть Хотели бы сделать из этого Скажем так Веселую Остросюжетную Интересную Приключенческую франшизу Выговорил Йокурный баба Это хорошая идея Мне кажется Все мечтают После съемок Таких сериалов Перейти на полный метр А ты Кстати Смотрел Отзывы И рейтинг Этого сериала Я честно говоря Даже Я доволен Я не ожидал Что Настолько Народ Примет Это Ну как бы Хорошо Потому что Ну невозможно Всем нравится То есть В любом случае Зритель Он на сегодняшний день Посмотрел Огромное количество Всяческого Всего разного Не хочу говорить Слово Что он избалован Но у него Очень высокие требования И поэтому Появиться И сразу Всем понравиться Очень тяжело Но по-моему У нас получилось И мы очень Переживали за то Чтобы зритель Был Действительно Ну скажем так Широкой аудиторией Я очень сильно Благодарен всем Кто не поленился Написать отзывы И поставить Хорошую оценку Ставьте Восьмерку Это моя любимая цифра Поэтому Буду очень счастлив Если увижу Восьм Я читал Какой-то Один развернутый Такой разбор Полный Нашей картины Не помню На каком ресурсе И там Все очень по делу Безусловно У нас тоже есть Какие-то были ошибки Шероховатости Есть моменты Которые одним людям Очень понравятся Другим Они говорят Как-то странно Да Это выглядит То что Почему у нас Например герои Разговаривают Так как будто Это западный продукт То есть у нас Переозвучивали Они такие Кто-то голосом Дэдпула Кто-то там другим То есть А другие говорят Наоборот Это что-то новое Прикольно Много уже говорим Про кино Расскажи в двух словах Как ты вообще пришел В кино Потому что Люди-то тебя помнят Из КВНа Из рекламы Как тебе пришла Я могу сказать так Что Все творчество Я всегда занимался Творчеством Мне все равно Что придумывать Рекламу КВН Я работал на радио Много Работал на телевидении То есть Ты даже работал На шоу Известь Безусловно Нет У меня было шоу С таким названием Похожим В радиоэфире В Белоруссии Известь И я Известия Была программа Она была частью Большой радиоинной программы Причем Как ни странно У меня Скажем так Стаж работы на радио Он больше Чем на телевидении Дело в том Вернее Раньше началось В 93-м году Я Начал играть в КВН Там же Начал делать Такая была программа Армейская гостиная Белоруссия На радио Биэй И вот Это началась Работа Скажем так В креативном поле Я тогда понял Что в принципе Для меня Придумывать Радиопрограмму Радиоигру Какие-то номера Для КВН И так далее Это один и тот же процесс Когда у тебя есть Единомышленники Вот напротив сидят Вот такие глаза Которые тебе верят Вот такая улыбка И мы вместе Чего-то здесь Время летит незаметно И в итоге Есть продукт Вот мы с тобой уже сидим Здесь четвертый час Пишем интервью А кажется Что прошло всего минут 15 Я когда приехал В Москву Первым местом работы У меня было Мы трудились Для канала РНТВ Вот мы придумали Там шоу Первое Вообще Как бы в России На то время Реалити-шоу Что за что? Оно называлось Русское чудо Да И вот я таким образом Попал вот вообще На телевидение Которое уже в нековое Белорус придумывает Русское чудо Да Там было очень много Белорус Там был Был с нами Большой коллектив Там был Виталик Шлепой Это сейчас Алексей Тротюк Это компания Сейчас Уаби-давую Которые вот И так далее И так далее Сейчас они делают Чебурашку Да мы делали там Русское чудо Да И вот Попав в этот вот Мир Я понял Что это мое Для меня абсолютно Не важно что придумывать Если вот мы сядем С командой единомышленников Как мы это часто и делаем Там с нашими ребятами Вот Кирилл Ситников Прежде всего Человек С которым я работаю С 93-го года То есть Ну который со мной Вообще С самого начала Мы играли вместе в КВН Да Это креативный продюсер У нас в компании ВМГ И Ну не важно Что Вот мы садимся Надо придумать вот это Не знаю Логотип Картинку Не знаю Про что-то Песенку Сценарий Что-то Программу И вот И оно будет Только Нужно хорошее настроение Ну и конечно Крепкое здоровье Крепкое здоровье И крепкое здоровье Чего всем И желаю Хорошее настроение Крепкого здоровья Раз уж мы так Слегка затронули Тему программ Телевидения Я хочу поговорить Про фантастику А Фантастика Тебе не хватает Пизон шоу Брови Улыбка Дизайнеры Какой образ Они придумали Нарисовали Да Создали Вот он и движется Он прыгает Летает Плавает Поет Безумно красивые Сочетания Технологий Собственно Таланта Этого артиста Красивая музыка И все вместе Когда у тебя Танцует живой балет Здесь вырастают Цифровые декорации Все это вместе Переплетается С декорациями Которым мы привыкли Вот как у нас Здесь Вот в студии То Вся эта картинка Это Что-то невероятное Это эстетически Красивейшее Музыкальное шоу Что касается Моего Участия Я конечно Благодарен Константину Львовичу Эрнсту За то Что он доверил Мне вести это шоу Было это вообще Неожиданно Мы С командой КВН БГУ Опять-таки Откуда мои друзья Показали Что я уже говорил Мы На юбилейном Вечере КВН Как-то В очередной раз Одержали победу Неожиданно Честно И Тогда Председатель Жюри Константин Львович Сказал А Вадику Типа Я предлагаю Шоу на Первом канале Ну и все И все поехали На банкет КВН И каждый Ко мне пошел А ну понятно Вадос Все к тебе Сейчас уже Там не Все А ну смотри Все Потеряли мы Галыгина Ну все И все Тысячу человек Подошли А что за шоу И что за шоу Я говорю Да не знаю ничего То есть это для тебя Была неожиданность Ты на сцене Об этом узнал Абсолютно И самое главное Что вот он сказал И все И время идет А ты сидишь у нас за телефона Прошел месяц Прошел два Думаю Ну ладно Ну сказал и сказал Наверняка Вдруг когда-нибудь Буду новости вести Шоу На Первом канале Вот И по прошествию Буквально там Двух наверное С половиной месяцев Все Мне позвонил Юрий Аксюта Он отвечает За музыкально Развлекательный Ну за развлекательный Контент На Первом канале И сказал Что позвони Константину Львовичу Он тебе хочет Сам рассказать Я говорю Ну ты мне рассказай Я не имею права Он тебе расскажет сам Думаю Что за секретное шоу Там не знаю Поле чудес 2 Безумно тяжело Вести эту программу Вернее ну как тяжело Да тяжело Сложно Не тяжело А сложно В том плане Что зритель Из жюри Они видят Хотя бы что-то Я не вижу ничего Я разговариваю С воздухом В этот момент Помимо всего прочего Представляю себе Рост В чем персонаж Периферийным зрением Видя экран Который видит зрители Я понимаю Что вот там Сапожки поменялись И так далее То есть Вот общаться Удивляться Когда ты слышишь Только голос И ты Да ты что О какие у тебя Красивые Ноги там Или не ноги Хвост Какой у тебя Вот Ну что Хочу сказать Ну так Чтобы какой-то итог Подвести Второй сезон Шоу Фантастика Новый уровень Еще более Живо движутся Персонажи Потому что Шагнула вперед Технология производства Вышла новая программа На которой работают Ребята И там уже Мимика появилась Более живая У этих героев Там у нас Когда заяц Там Зая хлопает Глазками То есть Ну очень все Мимимишно Там сердце Даже самого Черствого человека Там растает Поэтому Посмотрите И на первом канале Шоу выходит И Можно посмотреть На рутюб Да С какого-то Я не знаю Уже наверное Там оно присутствует Ну и Шоу только набирает Обороты Поэтому вам еще Можно включиться Скажем так В понимание Собственно Борьбы И найти себе Любимчика И болеть за него И да И выйти за него Замуж Даже Вот в прошлом сезоне Мне безумно понравилась Шапокляк Ну она ее и победила Она и победила Потому что Я никогда не думал Что я на телевидении Буду делать Играть в КВН Писать программы Чтобы выйти потом И разговаривать Шапокляк Причем Делать вид даже Что ты с ней разговариваешь Да И там Интересоваться У этих героев Как дела Там вообще То есть ругать Что они что-то делают Не так Ну что же ты так плохо Подготовился А перед тобой Чудище какое-то Ставь Да Я могу сказать Что Может быть На сегодняшний момент Люди немного Недооценивают Подобного рода шоу Потому что Есть момент Непонимания Как это происходит Но Вот может быть После сегодняшнего интервью То что я рассказал И понимая Хотя бы Как Насколько Это Сложнейший труд Сотен человек Там столько людей Работают Там просто Это два огромных павильона Это Хореографы Это вот Каждый Вот Как провести Рукой Несуществующий Так Чтобы себе Какой-то гребень Не задеть Или Чтобы там Не пересекали Танцоры Твой хвост Там По миллиметрам Это все По сантиметрам Рассчитано То есть Это Фантастика Это фантастика Давай перейдем К Блицу Самый крутой Юморист Прямо сейчас Любой жанр Аркадий Райки Нормально Ну То есть Для меня Так и осталось Да То есть Ни современных Никого нет Никого не можешь Выделить Может какие-то Блогеры Стендаперы Вот эти вот Нет я Из современности Никого не хочу Во-первых Никому давать оценку И никого не хочу обидеть Ну да Райкин это Великий человек Роль мечты Хорошо Сказочное что-нибудь Кащея сыграл бы Деда Мороза Кстати я помню Где-то видела тебя В роли Деда Мороза Где На утренке Ты маленькая была Ты сидела у меня На коленке Рассказывала мне Может быть Дайку брось Ла хозяй Помнишь что мне рассказывали А я говорю Какой это под дождем У нас зима А ты говоришь Какая разница Ты подарки принес Не помнишь Ладно У меня фотографии дожили Топ 3 любимых городки Топ 3 Петербург Владивосток Иркутск 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 Спасибо отдельно За то что Отлетел Иркутск Как часто говорят о тебе «О, это же Рэмбо из Камеди» или «Суслик, сука, личность»? Надоело? Нет, но я никогда не думал, что Рэмбо-то меня называли, когда выходили, мы объявляли друг друга «Вадик, Рэмбо, Галыгин». В меньшей степени это именно звучит. Но когда люди меня видят сразу «Суслик, сука, личность», причем я не могу понять. Из всего там многообразия монологов народ просто взял, как-то из контекста вырвал на этого «Суслик». Ну, я, конечно, похож на «Суслик». Ну, зацепило. Ну, нет, он не похож, но просто… Дело в том, что там же в монологе у меня было, что «Суслик» – это единственное животное, которое стоит на лапках и смотрит далеко в светлое будущее. «Суслик, сука, личность». Да какой это уже нет значения. Поэтому народу, может быть, во мне и чудится какой-то свет добрый. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Драники или паста? Драники. Ой, я бы тоже за драники. Причем я умею готовить правильно. Драники могу быть чудесный секрет. Как? Продожди, расскажи. Ну, я расскажу один секрет. Их два, вернее. Во-первых, то, что не получится делать драники, если вы будете это делать на комбайне, на кухонном. То есть нужно не полениться. Кто делает? Конечно, на терке нужно. Конечно, на самую вот эту вот, как гвозями пробитую терку. То есть и лук, и картофель именно нужно драть на этой терке, чтобы была консистенция одинаковая. Без волокон, да. И самое главное, не отжимать жижу. Вот чего. Да? А еще третье, дополнительно, жарить нужно на сале. И еще четвертое, драники надо подавать горячими прям, а сметана должна быть холодной, почти ледяной. Захотелось, браника. Зима со снегом или зимовать на югах? Зима со снегом, сто процентов. А почему такой загорелый? Готовишься к зиме? А я зимой тоже загораю. Вот я на самом деле обожаю на лыжах, на курорте просто вот, ну, позагорать. Причем загар держится потом, как ни странно, дольше, чем летний, который ты приехал. Там два раза смысл. Нет, конечно, загар с белорусского огорода, это он никуда не верит. Если ты загорел на огороде, это тебе хватит там до весны, честно говоря. Это был Вадим Галыгин. Спасибо. Ужем тебя еще и еще и еще в этой студии. Всегда рада тебя видеть. Спасибо, Катюш. Это взаимно. Большое спасибо за это интервью. Всем хорошего настроения и здоровья. Это было Шоу Изи.